Обычная пакость, недопонимание, исполнение санкций или казус Белли – повод для объявления войны. Блокада Литвой транзита в Калининградскую область больше месяца обсуждалась и в Москве, и в Брюсселе в разных плоскостях. 18 июня Вильнюс выложил на публику 66 страниц текста мелким шрифтом по поводу совсем не мелких перспективных потерь от блокады одного российского региона. Там перечисление наименований грузов, которым маленькая прибалтийская страна запретила транзит из России в Россию через свою территорию. Причем не только железнодорожным, но и автомобильным транспортом. Сквозной проезд оказался закрыт для половины товаров, которые возили ранее. Ответственность за такое решение литовцы, правда, себя сразу же поспешили снять. С 17 июня санкционные товары больше нельзя будет перевозить через Литву. Это решение было принято после консультации с Еврокомиссией и под ее руководством. Сказать, что для Москвы этот финт Литвы стал неожиданностью, нельзя. Все транзитные блоки – это часть пакетных санкций, принятых еще в марте. Еще раньше, в конце февраля, когда России закрыли воздушное пространство Евросоюза, именно Калининград невольно отдалился от центра. Время полетов увеличилось более чем на час. То есть авиакомпании столкнулись с ограничениями, считай, внутри страны. Нынешний, пусть и неполный запрет России на доступ к части своей территории дал повод к жестким заявлениям. И Литве, и Евросоюзу поставили ультиматум. Москва оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов. И напомнили, пусть и неофициально, что от российского эксклава до пресловутых центров принятия решений в недружественных странах – пару-тройку минут полета. И это не только Вильнюс, как бы ни пытались представить партнеры. Вот эта инициатива Литвы, она была позиционирована как инициатива двусторонней отношений Литва-Россия. Это весьма умная позиция, которая не позволяет выскаловаться и вывести на новый качественный уровень, но которая позволяет отработать все остальные задачи. То есть понять, как будет действовать Россия в стрессовой, в форс-морженом ситуации. Это понимание, вероятно, ни Евросоюзу, ни США не понравилось. Чтобы решить проблему сухопутной блокады Калининградской области, России достаточно прорубить Сувалтский коридор. В эксклав появится прямой проход из Беларуси. Конечно, это будет трактоваться как прямая агрессия против стран НАТО, но если ставки повышают, надо учитывать, что делать это будут все игроки. Минск и Москва и в этом ключе постоянно обсуждают все свои ходы. Естественно, мы это видим, понимаем и, конечно же, не должны идти на эти провокации. И сейчас главы двух государств как раз провели переговоры и выработали те решения, которые позволят доставлять грузы в Калининградскую область через Беларусь транзитом. И, скорее всего, это даст возможность не идти на поводу нашим оппонентам и не допустить блокаду Калининградской области. Понятно, что Российская Федерация может спокойно доставлять свои грузы через свои порты по морю, но важно здесь сохранить вот это короткое плечо и доставлять грузы быстро, без каких-либо ограничений. Что касается Литвы, то это, казалось бы, совершенно самоубийственное поведение любой ценой, всеми способами портить отношения с соседями, нарываясь чуть ли не на войну и только с одним расчетом. Европейские и американские спонсоры прикроют. Они даже попытались. Германия после резких заявлений из Москвы призвала Россию отказаться от мер в ответ на ограничения Литвой транзитов в Калининград. Да неужели, ответили в Москве, мы же и здесь еще ничего не начинали. Для того, чтобы окончательно помочь Литве утонуть, России достаточно, ей не нужно что-то делать. Ей достаточно ничего не делать. Ей достаточно не работать с литовскими автоперевозчиками, ей достаточно не работать с транзитом в Литву, ей достаточно не работать с тем транзитом, который идет через Литву в Россию. И если Россия просто не будет ничего делать, сделает вид, что Литвы не существует, то для Литвы это будет экономический коллапс. Просчитав все риски, в Брюсселе в начале недели заявили, что их, как всегда, неправильно поняли. И в Москве, и в Вильнюсе. И там, и там получили разъяснение по поводу транзита, где черным по белому. Нельзя ограничивать перемещение грузов между частями одной страны. То есть товары, идущие в Калининградскую область, должны быть выведены в виде исключения и санкционных списков. Это проявление реализма и здравомыслия. Мне кажется, они поняли, что ситуация зашла уже в тупик и очень опасный, взрывоопасный тупик. То решение, которое было принято, это победа России, такая калининградская победа и победа нашей дипломатии. Потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты. То есть транзит через железную дорогу, товаров, попавшие в санкции, он, по сути, сейчас Европейской комиссии был разрешен. Это уже хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев и литовцев, и даже на высказывание разных мнений американцами, которые, казалось бы, к этому моменту вообще никакого отношения не имеют. Пока разрешен только железнодорожный транзит, а вот для фур и автопоездов шлагбаум остается закрытым. Запрещен транзит продукции военного и двойного назначения. Детали нового документа стороны еще будут изучать, как и готовить варианты ответов на перспективные недружественные шаги. Нет сомнений, что вопрос блокады Калининграда – это еще один вариант, когда ЕС прощупывает красные линии. Где порог терпения Москвы и какова может быть ее реакция? Делают они это аккуратно, не отнять, вроде бы определяют исключение для Эксклава, но окончательно согласуют их, скорее всего, лишь в рамках седьмого пакета санкций. И главным, уверены аналитики, в этом пакете будет не Калининград. Европейцы грозят полным отключением всех российских банков, в том числе и тех, кто ведет расчеты за энергоресурсы от SWIFT, могут отказаться от закупок золота, но и обещают очередную публичную порку нефтегазового рынка. Тем не менее, санкции против Калининграда будут нарастать. Говорят, что теперь Литва может ограничить поставки газа в российский регион перекрытием трубопровода Минск-Вильнюскаун из Калининград. В Москве эти слухи пока не комментируют. У них самих северный поток, качающий газ в ЕС, на ремонте. Пусть кто-то и называет это сырьевым отпором Кремля-Альянсу и гибридной войной. Там говорят, что никого не трогают, просто трубу подчиняют. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь, Александр Титовец, Контура, Москва.